Иностранные СМИ пишут о том, что данное кладбище увеличилось за последнее время чуть ли не в разы. Но они не пишут, что летом этого кладбища не было совсем. Тут был пустырь, чистое поле. Да, к сожалению, настал момент, и это место стало востребованным. Кладбище увеличилось, на самом деле, увеличились потери. И они больше, чем в Министерстве обороны или других силовых структурах, участвующих в СВО. Тот, кто воюет, тот, кто активно ведет боевые действия, освобождая населенные пункты. Вот того, к сожалению, есть и потери. Враг силен. Но каждый из этих парней, лежащих здесь, прежде чем погибнуть, уничтожил от трех до десяти, а то и более, солдат противника. И свидетельство тому кладбище, могилы, которые выросли на сопредельной территории. Каждый сотрудник компании, приходя в компанию, собственноручно заполняет документ, в котором указывает, кого он хочет, чтобы известил о компании, если вдруг произойдет трагический случай. И мы выполняем четко последнюю волю нашего сотрудника. Доводится информация только до тех людей, которые указаны в этих документах. Поэтому, может быть, кто-то из родственников, которые не были указаны в документах, ребята не знают об этом, и после этого происходит такое недоразумение, что люди звонят и говорят, что до них не доводили. Значит, они просто не указаны в документах. У человека есть телефон горячей линии, его можно найти в интернете, позвонить туда и получить исчерпывающую информацию, которую интересуют родственников. Почему хоронят здесь? Место выбрано было не зря. Значит, здесь хоронят не всех, далеко не всех. Значит, тот, кто изъявил желание, чтобы быть захороненным здесь, как правило, это те, кто... Либо в семье было не все благополучно, да, ребят, может быть, сироты. Кто-то именно решил, что он будет захоронен вместе со своими боевыми товарищами. А место выбрано. Это близ нашей часовни, которая находится здесь. Поэтому и место было выбрано тоже самое, недалеко от часовни. Для того, чтобы перезахоронить тело покойного человека, да, то есть усопшего, для этого необходимо решение суда. Поэтому, согласно решению суда, то есть человек, который должен перезахоронить, он должен обратиться в суд и после этого уже на основании решения суда действовать. При захоронении ребят на малой родине иногда родственники сталкиваются с проблемой о выделении почетных караулов и салютных команд. То есть должностные лица на местах, то есть это военные комиссариаты, как правило, которые начинают рассказывать и ссылаться на уставы или еще какие-то распоряжения от вышестоящего руководства, говоря о том, что они маленькие люди и они выполняют распоряжение вышестоящего начальника. Значит, не понимают, либо не хотят понять и донести до своего руководства, если уже там то же самое не понимают, да, что ребята погибли за интересы родины. Ребята погибли, участвуя в специальной военной операции. Они все награждены государственными наградами. Значит, и все равно решается вопрос, все равно добиваемся того, чтобы выделялся и почетный караул, и выделялась салютная команда. Значит, подключаем администрацию районов, подключаем наше руководство. И, в принципе, как правило, все это проходит с почетным караулом, салютной командой и там, где хотят родственники захоронить. Тело погибшего сотрудника доставляется, как правило, до места захоронения. И когда видят информацию о том, что помогите собрать деньги на похороны, это, как правило, люди, наверное, больше меркантильные. То есть здесь преследуется больше меркантильность, чем на самом деле сбор денежных средств для помощи. Мы всегда спрашиваем о том, что нужна ли вам финансовая помощь или нет. Ребята погибли, но они продолжают жить в каждом бойце, становящемся в строй. Преемственность, дань традициям, уважение к павшим, философия ЧВК Варда. Воюют не только живые, но и павшие. Кладбище будет благоустроено. Любой сможет сюда прийти. Родственник это, либо просто сочувствующий, либо просто гражданин нашей страны. Положить цветы, поклониться ребятам и подумать. Поддумать о смысле этой войны.